Новации в Конституцию семья Бусил изучила особенно внимательно. На днях Анна получила белорусский паспорт. В 2014-м вместе с дочкой, спасаясь от ужаса войны, уехала из Луганской области и обрела счастье в Бобруйске. С работой и жильем помогло государство. Плечо подставил Красный Крест. Здесь девушка нашла свою судьбу и родила второго ребенка. А уже сегодня принимает важное решение. Мне есть с чем сравнить мою жизнь в Беларуси. И после всех этих событий, которые происходят на Донбассе, на Украине, в Беларуси это мой второй дом. Я хочу, чтобы так и дальше было в Беларуси, мирное небо над головой, чтобы детки ходили в детский сад, в школы, люди работали, чтобы была стабильность, чтобы люди знали, зачем они идут и что их ждет впереди, что их ждет светлое будущее, а не такое будущее, как на Украине. Во-первых, мы решили проголосовать за будущее своей страны, за стабильность, самое главное, за детей, чтобы в будущем они не познали этой беды, что случилось у наших соседей, в Украине, например, даже взять. Но самое главное, чтобы наши дети воспитывались в мире благополучия, чтобы получили образование достойное. Не откладывая на завтра то, что можно сделать сегодня, правом проголосовать досрочно активно пользуются горожане всех возрастов, молодежь, семейные пары, военные и пенсионеры. В списках на 12-м участке 1670 человек. Свыше 26% уже выполнили свой гражданский долг. Люди идут очень активно, доброжелательно. И это радует, что они приходят и делают свой выбор государственной важности. За три дня досрочного голосования явка белорусов составила 24,07% в тройке лидеров Могилевской области. Здесь судьбоносное решение приняли 26,34% жителей. В Бобруйске, напомним, создано 99 участков. Возможность сделать свой выбор заранее есть по 26 февраля включительно, с 10 утра до 7 вечера, перерыв с 14 до 16. 27 числа граждан ждут с 8 до 20 часов. Я и, я думаю, все граждане нашей страны ждали этих изменений. Они очень важны для нашего будущего, для будущего наших детей, для будущего нашего молодого подрастающего поколения. Поэтому я проголосовала за будущее своей страны и своего ребенка. Если белорусы поддержат современную редакцию документа, изменения коснутся 28 основополагающих законов. Главный ориентир конституционных новаций – процветание государства и сохранение независимости. Татьяна Горбач, Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Станислав Чичерин, Бобруйск-360.